Книга «Открытым окон», том 12, вопрос 2748. Тема грех. Бог ненавидит людей за надмение. Какие параметры этого наказания есть в Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Напоминание об этом качестве встречается в Библии 49 раз. «Надмедный, возносящийся, противен и Богу людям. Премудрость. 16.5. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Можно поручиться, что он не останется ненаказанным». 1. Маковейская. 7.47. «И взяли иудеи добычи их, и награбленные ими отрубили голову Никанора и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли и повесили перед Иерусалимом». Кавычки закрыты. Верующие иудеи молились против надменных, и их Бог Егова страшно карал надменных. 2. Маковейская. 1.28. «Покарай унитающих, обижающих нас надмением». 3. Маковейская. 2.16. «Господи, создание, святой во святых, единовластвующий, содержитель, призри на нас унитаемых от безбожника и нечестивца». 3. «Надменного дерзостью и силою, тогда всевидящий Бог и над всеми святой во святых, услышав молитву смирения, поразил надмивавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром, так что он, лежа медвежим на помосте и, будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, постигнутый праведным судом». 4. «С надменными не дружи и не знайся, ему никак не угодить, он будет возноситься и погубить тебя, все матершинники надменны, и на замечания реагируют с гневом». 4. Сирахов. 27.15. «Сора надменных, кровопролитие и брань их несносна для слуха». 5. Наполеон надменно величался и хотел войти в Петербург. 4. Царь. 19.28. «За твою дерзость против меня и за то, что надмене твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удела мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую пришел ты». 5. Салтирь. 9.25. «Надмене своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его, нет Бога». 6. Салтирь. 30.24. «Любите Господа, все праведны Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздается сбытком». 5. Премудрость. 15.25. «Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит». 6. Исайя 3.16. «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, выступают величавые поступью и гремят цепочками на ногах. И гремят цепочками на ногах». 7. Исайя 13.11. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их и положу конец высокоумию гордых и уничтожу надменность притеснителей». 7. Страшно кичился Советский Союз, а до него еще, в кавычках, «святая Русь». И что стало с ними? Иеремия 48.29. «Слыхали мы о гордости Моава, гордости членмерной, о его высокомерии, его надменности и кичливости его и превозношении сердца его». 8. А вакуум 5.2.5. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад и как смерть, он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает к себе все племена». 9. Лука 1.51. «Евел силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». 10. Кавычки закрыты. «Надменным даже завидуют глупые люди». 10. Малахия 3.15. «И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». 10. Кавычки закрыты. «Все пятилетки расширшегося союза есть сплошное надмение». 11. Иакова 4.16. «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». 11. «Да буду скор на слышании я полезного, святого нашу редкость. Наушничество древняя змея на перекрестках жизненных не встретит, быть медленным на гнев на подчиненных и над собой владыку ощущать, хотя бы допекали до печенок, когда расчет сам просит этот час. 12. Слова, несказанные искрами по стеблю, сверкают, вспыхивают, видны меж зубов. 12. Враг наседает и за нервы трепет сорваться, и за нервы треплет сорваться. 13. Чувствую, язык уже готов. Охолонись, вожженный от диены. Мои дела сжигаешь на корню. Не разлепляй же губ, не покажись из пены. Я за тебя бесчетно раз терплю. 14. Язык мой друг и враг в одном лице. Меня возвысит, тут же не спровергнет, подобен пчелке или желесе. Выкидывает все, что есть на сердце. Нельзя молчальничестве святость обрести. Не исповедуя к спасению Иисуса, что Он Господь, дающий нам персты, с Его же помощью свой крест несу я. 15. Непроизвольны разные изгибы. Язык наш без костей мой умееносно выдаст. Столетние архивные обиды. Лопата из помойной ямы выброс. Учился, говорит, сначала мама. Для удовольствий нужное достать. 15. Наш воздух заражен прескверным матом. За слово каждое придется отвечать. Мой род благоуханием молитвы и благовестием да будет весь наполнен. Худое даже к мыслям не прилипнет. Пасхальный звон на наших колокольнях. 7 апреля 2005 года. Игнатий Лапкин.